Стеклянная арфа Это редкий музыкальный инструмент, издающий чарующие звуки. Не будучи большими музыкантами, мы с вами постараемся разобраться с физикой извлечения звуков на этом инструменте. У меня всего один бокал, но уж на нём-то я как-нибудь сумею сыграть. Вот я смочил палец водой, вожу по краю бокала, и он издаёт однотонный громкий звук. Ну, можно поднести его ещё к уху. И при этом слышно, как звук пульсирует. И надо разобраться, почему так происходит. А для этого мы сейчас запишем звук на микрофон и посмотрим на форму получившегося сигнала. Мы обводили пальцем вокруг бокала за одну секунду. И оказывается, что за это время звук усиливался и затухал четыре раза. Запомним этот факт и увеличим разрешение по времени. Мы видим чистый синусоидальный сигнал. А вот так выглядит его спектр. В нём имеется одна узкая линия на частоте 1060 Гц. Естественно предположить, что бокал поёт на частоте своих собственных колебаний. Чтобы услышать эти колебания и увидеть их на графике, ударим ложечкой по краю бокала и запишем этот звук. Звон бокала затухает медленно. После удара его можно слышать ещё пару секунд. Изменим масштаб и посмотрим на форму звуковой волны. Картинка выглядит совсем по-другому, чем когда мы водили пальцем по краю бокала. И особой периодичности тут не наблюдается. Построим спектрограмму. Кроме сигнала на уже знакомой нам частоте 1060 Гц, здесь присутствуют также колебания с частотой 2600 Гц. Складываясь, эти колебания и дают непериодическую картинку сигнала. Получается, что когда мы водим пальцем по краю бокала, мы возбуждаем только одну собственную моду колебаний с самой низкой частотой. Эта мода колебаний представляет собой стоячую волну с четырьмя узлами. Теперь понятно, почему за один обход пальца вокруг бокала сигнал усиливался и ослаблялся четыре раза. Когда палец идёт вдоль кромки бокала, он возбуждает его колебания. Ну и палец находится вблизи узла колебаний. При этом громкость звука максимально напротив пучностей. Ну и вот сейчас у нас микрофон слышит громкий звук. А когда палец движется, то вся система узлов и пучностей движется вместе с ним. Так что теперь напротив микрофона оказывается узел, и звук ослабевает. Затем оказывается пучность, и звук снова усиливается, и так далее. Ну конечно же, можно заставить петь бокал не только обводя пальцем вдоль его края, но и наоборот. Заставить вращаться бокал, а палец поставить неподвижно. И вот мы слышим всё тот же звук на частоте около 1 кГц. Ну как же возбуждаются такие колебания? Ну, они возбуждаются точно так же, как смычок возбуждает колебания струны. Дело в том, что коэффициент трения зависит от скорости. И об этом у нас есть отдельный ролик, который я всячески советую вам посмотреть. Если заливать в бокал воду, высота звука понижается. В самом деле, частота колебаний стенок определяется их упругостью и массивностью. Упругость стенок от заливания воды не меняется, а вот инертная масса системы увеличивается. Ведь теперь в движение приводится не только стекло, но и вода в бокале. Эти колебания в толще воды приводят к тому, что поверхность воды покрывается мелкой рябью. Сейчас стенки колеблются с частотой 1060 Гц. Значит, такую же частоту имеют и капиллярные волны на поверхности воды. Если колебания стенок бокала достаточно сильные, волны становятся нелинейными, и над поверхностью воды начинают вылетать отдельные капли, которые мы засняли на скоростную камеру. И понятно, что наливая воду в одинаковые бокалы до разного уровня, мы можем получать звуки разной высоты. От самого высокого ко все более и более низкому. Но все же остается вопрос. Почему же звук этой стеклянной арфы настолько отличается от звука знакомых нам музыкальных инструментов? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok